Радио Болтком Внезапно возникшие и забытые компании в прессе Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха Проблемы настоящие и выдуманные Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе Подоплёка На Радио Болтком Подоплёка Добрый день, уважаемые дослушатели Сегодня у нас в программе Подоплёка принимает участие присяжный адвокат Елена Квитковская Известный правозащитник и юрист И сегодня мы говорим о громком деле, которое буквально несколько лет назад потрясло общественность Когда был задержан руководитель Латвийской железной дороги Одис Маганис И ему инкриминировали получение взятки в разуме 500 тысяч евро, которые были реквизированы правоохранителями в его автомобиле И он направлялся из Эстонии в Латвию И в этом деле ему инкриминировали также то, что это была взятка за благоприятные условия конкурса по ремонту локомотивов на Доугавпилском локомотиворемонтном заводе Который, кстати, принадлежит Олегу Осиновскому, гражданину Эстонии и известному предпринимателю Мы сейчас знаем его и как латвийского предпринимателя, поскольку он недавно, ну год назад, наверное, приобрел банкротирующее предприятие Zinters И сейчас возобновляют производство всеми любимой косметики на этом предприятии Таким образом, господин Осиновский стал уже и нам, где-то близким человеком Помимо того, что он Доугавпилский локомотиворемонтный завод тоже сохранил и сохраняет там рабочие места И так дело длилось довольно долго, оно сопровождалось, я бы сказала, беспрецедентной кампанией в прессе С различными обвинениями и в адрес подсудимых, обвиняемых, и в адрес судейской коллегии, в особенности руководителя ее И, конечно, было, наверное, неприятно тем людям, которые писали все эти заметки, репортажи, расследования в кавычках Узнать решение суда, которое состоялось недавно И это решение было оправдательным в отношении обвиняемого Одиса Магниса Итак, Елена, вы все это время наблюдали за процессом, вы готовили аргументацию стороны защиты И вот расскажите немного нашим радиослушателям о том, какие, может быть, аргументы выдвигала защита И которые принял суд, оправдав обвиняемого по всем статьям И какие моменты заставили, может быть, суд принять эту позицию, обосновать ее в судебном решении Спасибо, что пригласили, Люся, очень приятно, как всегда, быть с вами Но что касается этого дела, то можно сказать, что здесь фактически надо начать с того, какие аргументы привела, точнее, не привела прокуратура Подкрепляя обвинения То есть прокуратура на протяжении всего процесса пыталась доказывать факт какой-то взятки за конкурс по закупке локомотивов на железной дороге Привела в суд более 20 свидетелей, ни один из которых вообще ни в малейшей степени не подтвердил позицию прокуратуры То есть это уже было для защиты так, ну, совершенно очевидно, что на протяжении всего процесса абсолютно все свидетели со стороны обвинения В один голос говорят, что этот конкурс был безусловно выгоден для предприятий дочерних латвийской железной дороги Эта закупка была для них, прежде всего, для них нужна И господин Маганис никаким образом не влиял и даже, в принципе, не мог повлиять на эту закупку То есть эта часть обвинения развалилась, в общем-то, усилиями, собственно, самого обвинения, то есть самой прокуратуры Потом, естественно, вызывало большое удивление использование в деле некой записи Возможно, вы читали, о ней много говорилось Запись была сделана отделом, использовалась отделом оперативных разработок КНАБа под руководством в то время господина Юрыша При этом эта запись является копией, подлинность которой отказались подтвердить эксперты По каким причинам наш КНАБ и конкретный отдел под руководством господина Юрыша не предоставил оригинал записи По которому можно было бы подтвердить ее аутентичность, но это остается для нас загадкой и до сих пор То есть работа оперативных служб здесь, ну, как минимум, некачественная, а может быть, за этим стоит и еще что-то То есть вы думаете, что это может быть подлог? Ну, мой клиент не подтверждает содержание разговора такого, какой он есть в деле Говорит об огромном количестве, в том числе и эксперты говорят об огромном количестве каких-то прерываний в этом разговоре Поэтому мы не знаем, что там было на самом деле Естественно, люди тоже не могут дословно вспомнить, о чем они говорили 6 лет назад Понятно, что в любом случае разговор, даже если он был в таком количестве, он все равно не говорит о том, о чем в числе и указал и судья в приговоре То есть вот таких моментов в этом деле очень много И именно для этого указал и судья Там по поводу оперативной деятельности, мы, кстати, вот с вами год назад в студии радио Болтком обсуждали Законом оперативной деятельности различные мероприятия, которые могут быть предприняты оперативными службами при разработке дела С разрешения судьи, ну, это слежка, это прослушивание телефонных переговоров и так далее, и так далее И вот как раз в прессе прозвучала информация о том, что был нарушен закон об оперативной деятельности при установке прослушивающих устройств в жилье Удиса Маганиса Что это было за история? По сути, это оперативная деятельность, которая осуществляется, является в любом случае грубым вторжением в частную жизнь Вы понимаете, если прослушивают вас телефон или ваш дом, то это, безусловно, нарушает ваши права на частную жизнь И напрасно люди считают, что я же ничего не сделал, пусть прослушивают Мне очень неприятно, и именно поэтому и европейские нормы, и уже теперь латвийские предполагают строгий судебный контроль То есть только с разрешения судьи можно производить определенные вещи, вторгаясь в частную жизнь человека Соответственно, для того, чтобы прослушивать разговоры, необходимо разрешение судьи Но в данном случае защите господина Маганиса удалось доказать, что это была не просто прослушка А микрофон был установлен на территорию его жилища И это можно делать, это только проникнув туда То есть только тайно проникнув на территорию жилья Для этого тоже нужно отдельное разрешение суда И этого разрешения в деле нет То есть и здесь оперативная деятельность была произведена с очень грубыми нарушениями Вы совершенно правильно начали этот эфир с того, что сказали, что многим, наверное, было неприятно услышать приговор суда оправдателя И хочу обратить ваше внимание на комментарии того же теперь уже депутата Сейма, господина Юроша Который был крайне недоволен и даже позволил себе высказывания, которые с нашей точки зрения являются просто прямым давлением на суд В том числе и на будущий суд, который будет рассматривать это дело И вот возникает вопрос, а не потому ли, что оперативная деятельность в данном случае велась из рук вон плохо И с нарушениями такими, которые привели к признанию доказательств недействительными в суде И иначе просто и быть не могло по закону Потому что все, что получено с нарушением закона об оперативной деятельности является недопустимым доказательством в суде Вполне возможно, что такая агрессивная реакция была вызвана именно осознанием собственных недоработок Ну, Елена, нам бы следовало, наверное, разъяснить слушателям по поводу самой сути дела Потому что, ну, 500 тысяч евро – это, конечно, сумма, которая потрясает воображение обывателей И, безусловно, кажется, что дыма без огня не бывает Деньги были найдены, они были, так сказать, пересчитаны там и так далее И если как бы сопоставить с тем конкурсом, который инкриминировался Там, мне кажется, речь шла о закупке в размере 4 миллионов евро Ну, то есть, с точки зрения какой-то коррупционной составляющей Конечно, закупая услугу или товар на 4 миллиона, выплачивать 500 тысяч вознаграждений Это немножко как бы за гранью добра и зла Но все-таки за что реально Удису Маганесу Асиновский эти средства передал? Господин Маганес, безусловно, был очень заметной фигурой Не только в латвийском обществе, но он за долгие годы наработал очень большие, очень тесные связи И всегда ломбировал интересы российской железной дороги, российских железных дорог в Латвии Об этом он сам неоднократно говорил в интервью Он всегда выступал за какое-то сближение в отношениях Латвии с Россией И у него, как знают все, кто имеет отношение к железнодорожному миру Прекрасные, дружеские, частные, личные отношения с господином Якуниным Бывшим президентом РЖД Значит, когда начались все вот эти геополитические ситуации между Россией и Латвией Российские железные дороги забрали Так, у нас что-то со связью Перестали мы слышать Елену Квитковскую Сейчас, да Я, так сказать, напомню под оплёку Раз уж наша программа так называется Речь шла, конечно, в 2014 году О начале санкций, вызванных ситуацией с Крымом Санкции между Европой и Россией Сначала Европа выдвинула, предъявила санкции Потом Россия встречные Но эта санкционная война привела к тому, что Доугопилский локомотиворемонтный завод Лишился заказов российских железных дорог Или мог лишиться этих заказов А мы сами понимаем, что Такое крупное предприятие не может существовать Только на заказах Там, латвийской железной дороги Понятно, что Всегда это предприятие обслуживало Ну, большую сеть Широкой колеи 15-20 Поэтому, конечно, лишиться таких Ну, такого крупного заказчика Было равносильно смертному приговору для завода И вот в этой ситуации Осиновский, очевидно, решил обратиться К Маганесу именно как К человеку, который Ну, близок к руководителю РЖД И Кунину И что там дальше происходило, Елена? Ну, совершенно верно Вы абсолютно правильно описали ситуацию То есть Доугопилский завод Лишился заказов Они были просто забраны оттуда В течение года Его руководство пыталось Обращалось ко всем В том числе К латвийскому руководству Чтобы как-то выжить Потому что, вы же понимаете С советских времен Традиционно вся деятельность Практически была завязана На Россию И когда уже Руководство завода Было в отчаянии То они, в принципе, Обратились к Осиновскому С просьбой Чтобы он поговорил С Удисом Маганесом И тот бы повлиял В свою очередь На Якунина Что он мог сделать Замолвил словечко Да Да, замолвил словечко Ну и поскольку Вот здесь уже шла речь О огромных суммах Которых лишился И которые мог получить Доугопилский завод То, естественно, Такое вознаграждение За услуги, скажем, Маганеса Который собрал все документы И поехал на переговоры Являлась достаточно адекватной При этом, что интересно Прокуратура Инкриминирует Дачу взятки Не только за конкурс По закупке Который, совершенно верно Не стоил этих 500 тысяч И близко Для компании Осиновского Но и за то, что Внимание Удис Маганес Как латвийское Должностное лицо Используя свое Служебное Собирался влиять на Якунина Ну, это, извините Просто настолько абсурдно Насколько это и звучит Да, то есть Где латвийская железная дорога И где российская железная дорога Посмотрите на масштабы Да И как Маганес Как президент Латвийской железной дороги Как должностное лицо Мог в принципе Повлиять на Президента Российской железной дороги Это тоже суд Отметил В том приговоре Назвав это просто абсурдом И действительно Это, на мой взгляд Так и есть Это исключительно личные связи Которые были наработаны годами И, возможно, связаны С какими-то родственными отношениями Ну, мы этого не знаем Но вся Латвия Которая имеет отношение К железной дороге Прекрасно знает Об этих отношениях Ну, таким образом Сторона защиты Не отрицала факта Получения средств Вот этих денежных Да, но Объясняла Их происхождение Совершенно иначе Чем прокуратура Совершенно верно Совершенно верно И это подтверждается Также кучей материалов Этого уголовного дела Показаниями свидетелей Теми же записями Некоторыми, да Которые Само уже обвинение Используют в деле Это все подтверждается Позиция защиты Подтвердилась полностью Елена, хорошо Расскажите, пожалуйста Вот о ходе Самих слушаний То есть Как мы знаем Дело слушалось В Лимбаже И вот Руководитель Судейской коллегии В данном деле Ну Обыкновенный Судья Провинциальный И так далее Почему Против этого человека Была развернута Беспрецедентная Компания Давления С обвинениями В том, что он Рассматривал раньше Дела каких-то Пьяниц и нарушителей Дорожного движения А теперь ему Видите ли Упало В руки Вот такое Крупное дело Сможет ли он Так сказать В нем разобраться Достаточно ли Его компетенция Вы помните Случай Ну Каких-то Аналогичных Нападок На судей Латвийских В связи С рассмотрением Каких-либо дел Нет Таких нападок Я не помню И действительно В этой ситуации Даже тот же самый Министр юстиции Наш господин Борденс Вместо того Чтобы защитить Судью Поскольку все-таки Суд должен быть Независтим И по закону И по сути Нельзя на него давить И так Судьи В любом случае Они же люди Они зависят От общественного мнения Они внимательно следят Что пишут в прессе Допустим О каком-то процессе И вот представьте себе Маленький город Маленький суд Судья Который действительно Я думаю Был не очень счастлив Получить это огромное И сложное дело Да Еще и громко И на него Со всех сторон Сцепятся Причем совершенно На мой взгляд Безосновательные Потому что По сути Мне вот В районах Судиться Даже больше нравится Потому что люди Там слушают Там суды слушают Они Вникают И этот судья Мне кажется В этом деле Разобрался Очень досконально И он написал приговор Совершенно простым Нормальным Человеческим языком Описав свою позицию Абсолютно обосновав И этот приговор Совершенно не стыдно Показывать никому Скажем так При этом Все это время Действительно На него Грубо говоря Наезжали А господин Гордонс Вместо того Чтобы положить этому конец Очень бурно Откомментировал Оправдательный приговор Нарушив тем самым Все что только Можно нарушить То есть Будучи должностным Лицом Высокого ранга Высказался О том Что этот приговор Был неправильный О том что Даже еще не видя его О том что Судья там Неграмотный И так далее И так далее Вот это была суть Фактически Его публичных выступлений Но Судья выдержал Что делает ему Конечно же честь Скажите А вообще Вот такие вещи Они каким-то образом Могут Ну Быть Предметом Ну какой-то жалобы Я не знаю В ЕСПЧ Или еще что-то Ну как вот так можно Что руководитель Ведомства Крупного Да Своего фактически Работника Публично Позорит Подвергает Сомнению Его профессиональную честь Вот Это не подлежит Как-то защите Чести И достоинства На каких-то уровнях Ну здесь Немножко по-другому Это работает Это безусловно Является Очень грубым Нарушением Прежде всего Презумпции Невиновности В отношении Обвиняемых Есть Директива Евросоюза Которая Прямо указывает Что нельзя Должностным Лицам Высокого Ранга До любого Ранга Высказываться О виновности Человека До того Как она доказана Судом Есть Европейская Конвенция О правах Человека Как мы все знаем Она тоже Категорически Запрещает Вот такие Высказывания Почему? Потому что Суд должен быть Независим А когда Руководитель Ведомства Который В определенной Степени Контролирует Карьеру Судей И может Взбуждать Против нее Дисциплинарные Дела И в том числе Следить за тем Как они Двигаются По карьерной Лестнице Позволяет Себе Такие Высказывания Можно просто Только предположить Как это может Повлиять На суд Апелляционные Инстанции На тех Судей Которые еще То есть Это очень серьезно Это не Какая-то там Обида На высказывание Какого-то Просто человека Это не Будучи Министром Юстиции Господин Борденс Не имеет Права Высказывать Так свое Мнение Как он Это сделал Ну да Хотя бы Он мог Сделать Оговорку Что я Как частное Лицо Вот против Ну А не С позиции Своего Так сказать Ведомства Хорошо Елена Расскажите Немножко О том Как выстраивалась Линия защиты И Какие Вот Ну вы уже Упомянули О свидетелях Обвинения Которые Не смогли Подтвердить Ни один из Тезисов Выдвигаемых Прокуратурой Каких Свидетелей Может быть Смогли Предоставить Вы И Каким образом Эти Свидетельские Показания Выслушивались Готовились И Представлялись Суду Ну Прежде всего Конечно Линия Защиты Которая Была Связана С тем За что Именно Давались Эти Собственные Деньги Господин Магнис Она Конечно Была Связана С ситуацией На долгов На долгов Пиловском Заводе Прокуратуру Не в малейшей Степени Этот вопрос Не интересовал На досудебном Этапе Поэтому Они Фактически Вызывали И допрашивали Только людей Относящихся К ладвийской Железной дороге Или ее Дочерним Предприятием Мы Со своей Стороны Пригласили Людей Которые Знали Реальную Ситуацию На долгов Пиловском Заводе И знали То что Без заказов С российских Железных Дорог Долгов Пилов Просто не Выжил А как вы Понимаете Это Фактически Городообразующее Предприятие Одно из последних Оставшихся В живых После всех Перепетий Именно так И в результате Все эти люди Имеющие Отношение К Долгов Пиловскому Заводу К его Выживанию Они Подробно Рассказали И Какая была Ситуация И насколько Долгов Пилов Зависел От заказов И какие Шаги Предпринимались Для того Чтобы Умолять Латвийское Руководство Как-то Помочь Заводу Выжить Которые Не привели Ровным счетом Ни к чему А также О том Какова Была Суть Обращения В общем-то Даугавпилского Завода К Осиновскому Которому Принадлежит Естественно Не только Это предприятие Но и многие Другие Но просто Даугавпил Для него Всегда был Любимым Детищем Которое Он В общем-то Вытягивал За свои Деньги Фактически И как К нему Пришли И как Его просили Что Конкретно Просили Сделать То есть Обратиться К Удису Маганесу Чтобы тот Помог С заказом Ну то есть Как владелец Предприятия Осиновский Не был В курсе Деталей Оперативной Деятельности Поэтому Руководство Завода Исчерпав Все попытки Каким-то Образом Вырулить Самостоятельно Обратились Уже К владельцу Тяжелую Артиллерию Пытались Привлечь Ну да Тем более Что всем Было известно Как то Что у Маганеса Есть влияние На Якунина Благодаря Личным Связям Так все Знали И о Дружеских Отношениях Осиновского С Маганесом То есть Естественно Ну это Люди Такого Уровня Должны Были Договариваться Между Собой О таких вещах И Чем В принципе Закончилась Эта История Ну для Завода Смогли ли Они Все-таки Получить Какие-то Вот Ситуация С арестом И вот этим Громким делом Фактически Все это Разрушило Именно так Они бы Получили их Я уверена Что господин Маганес Бы выполнил Своё обещание И сделал бы Все как надо Но В августе 2015 года Как мы знаем Да Произошли аресты Освещалось Это все Очень громко И очень быстро Просто мгновенно Уже вся пресса Все знала Каким-то образом Вот И после этого Конечно О заказах Из России Можно было Забыть Завод Преодолел Эти сложности С трудом Но сейчас Они модернизировались Переориентировались На так же Европейские рынки Ну Выживают Слава Богу В общем-то Благодаря Конечно же Так же И моему клиенту Который продолжает Этот завод Поддерживать Полностью А почему Для Осиновского Этот завод Стал таким Любимым детищем Ну Казалось бы Где Эстония И где Даугавпилс Что Какие личные Мотивы им движут Ну Во-первых Насколько Вот Осиновский Так же говорил В суде И в своих показаниях О том Что он Потомственный Железнодорожник То есть И связан С железной дорогой И начинал Там С самых Низов Работать На железной дороге И конечно Такое предприятие Как Даугавпилский Локомотиворемонтный Завод Но это было Одно из крупнейших В Советском Союзе Предприятий С которым У него тоже Очень много Связано Еще и Исторически С тех времен Вот И поэтому Как-то Вот этот завод Для него Стал таким Действительно Любимым детищем Как он Высказался У нас Есть звонок Давайте послушаем Радиослушатель Добрый день Говорите Добрый день Ну Ваша позиция Понятна В ваших словах Я бы нашел Какие-то противоречия Но я в принципе Замаганец И я так скажу Если это не шокирует Никого Но веселее будет Я за этот вид коррупции Двумя руками Когда она дает деньги Людям в Латвии И Латвии Самой Но у меня будет вопрос Неожиданный Говорить вообще О правосудии В Латвии Это смешно И вот Значит Пример Значит Максима 54 Ну Более 50 человек Умертленных Умершленных Извращенным способом Циничным И ни одного Наказанного И вот именно В связи с этим У меня вопрос Как адвоката Вы могли прокомментировать Как вы видите Вот эту ситуацию По манганисту Как бы все ясно Здесь Спасибо Спасибо Ну кстати Елена Участвует И в Участвовала И в деле Максимы Как адвокат Поэтому Она может Не только Как Сторонний наблюдатель Это прокомментировать Но и как Участник процесса Елена Да Мне очень обидно Почему В обществе Понятие Правосудие Связано только С осуждением Людей Я бы сказала Что в Латвии Немножко другая Проблема Очень сложно Добиться Оправдания Даже невиновных Людей И далеко Не всегда Это получается И правосудие Как правило Говорить об отсутствии Правосудия Можно Совершенно Обратных позиций Сложно добиться Правосудие Для невиновных Это получается И поэтому Немножко Это Слушатель Понимает Как выглядело То же самое Дело Максим То же самое Дело Магниса Как оно Освещалось В прессе Какое было Колоссальное давление На судью И как вы думаете Что должно было Заставить судью Принять такой приговор Который будет В любом случае Воспринят Как непопулярный И в любом случае Вызовет такую Агрессию Это только то Что суд Не видит Никаких Возможностей Обвинить Осудить Этих людей В деле Максим Один Обвиняемый Был осужден Да То что Поэтому Сейчас Будет Естественно Апелляция Как и в деле Магниса Понятно Что прокуратура Не согласна С таким решением Посмотрим Что скажет Суд апелляционной Инстанции Однако Говорите Об отсутствии Правосудия Потому что Суд Оправдывает Людей Которые Невиновны Мне кажется Просто Немножко Цинично Причем Судья И в том И в другом Случаи Преодолел Ну то есть Действовал Действительно Справедливо И не взирая Ни на какое Давление Которое Оказывалось И в том И в другом Случаи Даже просто Общественного Мненья Ну Если Говорить О деталях Этого Дела Можно В таком Случае Если мы Говорим О том Что Ну как Справедливость Ну такое Общественное Мнение Все-таки Ждало Поиска Нахождения Этих Виновных То есть В ходе Следствия Эти виновные Просто Не были Найдены Не были Установлены То есть Следствие Пошло По Какому-то Ложному Пути Сконцентрировавшись На поиске Как бы Козлов Отпущения Вот С вашей Точки Зрения В чем Была Проблема Этого Дела Они Просто Не справились Я считаю Если Мы говорим Про Дело Зори Туцкой Трагедии То Я считаю Что Просто Не справились Не по тому Пути Пошли Легче Было Найти И И схватить Условно Говоря Тех Которые Были Поближе Козлов Отпущения Как вы Правильно Выразились И И ограничиться Этим То есть Это было Конечно Для Латвии Тут можно Понять Это Беспрецедентное Дело И очень Сложное С точки Зрения Расследования Поскольку Там Идет вопрос И о строительных Нормах И так далее Система Которая Была Полностью Разрушена Всего контроля За строительством Разрушена Самим Государством Настолько Было Все это Упрощено Что В результате Никто В общем-то Ничего не проверял И ни за что Не отвечал И Вот это Все Привело К тому Что Просто Да Взяли Первых Попавшихся И попытались На них Свалить вину Это мое Такое мнение И так Это В общем-то На протяжении Всего этого Очень долгого Процесса Да Ну в общем-то Так И было понятно Тем Кто Естественно Участвует В процессе А не просто Читает Мнение В фейсбуке Людей Которые Так же В этом процессе Не участвуют Да У нас Очень много Звонков Давайте Послушаем Добрый день Говорите Говорите Мы вас Слушаем Что-то Не получилось Так Мы сейчас Это отменим Давайте еще один звоночек Попробуем Послушать Добрый день Говорите Трудно удержаться Я извиняюсь То есть По факту 54 человека Погибли И вы Как бы говорите Не туда Пошло следствие Ну у каждой ошибки Есть имя и фамилия Вот я Инженер-строитель Мне очевидно Как бы на поверхности Лежит первопричину Произошедшего И вот то Что вы такие вещи Позволяете себе Говорить На На общественное Это говорит Вот обо всем Значит Нашей юриспруденции Нашего государства Все вам хорошее Да Я понимаю Ну вы знаете Как Я бы вот Не стала Сейчас метать Стрелы Негодования Именно в адвоката Потому что Мы помним Как Производилось Следствие Вот по горячим Следам Что называется Да Как проводился Какой-то эксперимент Там и так далее И Те же самые Обсуждения Специалистов Тоже мы просто Прекрасно помним Да И в том числе Специалистов Которые занимались Когда-то Следственные действиями Ну потому что Раньше Допустим В Следственных органах Работали люди Которые Ну как-то Были в состоянии Оценить Причинно-следственные связи В таких сложных Технических вещах Поскольку Обладали Соответствующим Профильным Образованием То есть Следственные органы Привлекали Инженеров Людей с техническим Образованием Которые могли Ну адекватно Выстроить Вот эту Логическую Цепочку Расследования Что Какие События Привели Привели К тому Или иному Результату Когда Само следствие Не в состоянии Оценить Причинно-следственную Связь В техническом Вопросе И действует В этом Плане Как Обыватель Не собрав Допустим Доказательства На месте Трагедии Не собрав Не выложив Ну там Ту самую Конструкцию Которую Допустим Ну при крушении Самолета Собирают И там Комиссия Тоже работает И выясняет Что зачем Следовало В какой-то Трагедии Ну Трудно Так сказать В этой ситуации Ждать Адекватного Результата От расследования У нас есть Еще звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Доброе утро Большое спасибо Вы знаете Вот предыдущий Звонящий Сказал Что смешно Говорить О правосудии Вы знаете Мне совсем Не смешно Ведь правосудие Является Одним из Основоположных Таких элементов Демократии Выходит И о демократии Говорить Смешно Я думаю Надо Об этом Говорить Как вы Как Адвокат Юридической Сообщей И вообще Латышская Интеллигенция Почему же Этот вопрос Тогда не поднимают Если у нас Нарушаются Основополагающие Принципы Демократии Я вот слышал Профессора Государственного Университета Которая смело Говорит О таких Недостатках Кинга Крейтуса Она говорит Это не демократия Господа Это скрытая Форма Диктатуры И смотреть Надо Конечно В основу Когда мы будем По низам Вот эти Отдельные Случа Рассматривать Мы этот вопрос Никогда не решим Большое спасибо Спасибо вам Да Ну я со своей стороны Хотела бы Знаете Еще что сказать Ну как Как журналист Все-таки Принять Долю ответственности И на себя Потому что К сожалению Вот Наша программа Подоплек Имеет Одним из своих Слоганов То что Начавшиеся Из забытой Компании В прессе Вот понимаете У нас получается Так что Человека Арестовали Человека Изваляли В грязи Его Обвинили Бог знает В чем Да Это была Так сказать Шумная Компания Очень Ну будем Так говорить Злобная Однако Когда суд Вынес Приговор Оправдательный Ничего подобного Не было Никакой Компании Не было Все Кто Так сказать Плевались И Обливали Человека Грязью Не Выступили С Покаянными Речами Не посыпали Голую пеплом И не сказали Что Вы знаете Мы были Неправы Мы Так сказать Обвинили Человека До решения Суда Нарушили Презумпцию Невиновности И так далее Вот Вот Этический Вопрос Мне кажется Тоже Является Одним Из Каких-то Моментов Которые Формируют Правовую Среду И Демократическое Общество Ну так Я уже От Своей Корпорации Приношу Извинения За своих Коллег Еще у нас Есть звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Добрый день Вот я смотрю Нам очень хорошо Ведущий Очень хорошо Защищает Те безобразия Которые творятся В суде Привожу Простой пример Я купил Новую машину Заехал В Юрмале На Мойку Мне машину Поцарапали Так Что Ущерб Составлял 5 тысяч Страховая Компания Отказалась Платить Я подал В суд Мне Нанесли 5 тысяч Ущерба Я заплатил 500 евро Значит Судья Ссылается На статью О том Что Страховая Компания Имеет Право Отказать Только В том Суще Есть Доказатель Доказатель Ни одного Нет Есть Предположение Судья Принимает Решение Отказать Подаю В окружной Суд Окружной Суд То же самое Говорит Что Я подал И я им Предоставил Еще дополнительной Информации Что Это Действительно Так Они Опять Отказывают Потому Что Я Якобы Подал Поздно Эти Документы То Справедливости Нет Абсолютной Суды Или Коррупционной Или Я не понимаю Неграмотной Но Мне Нанесли 5 Тысяч Я заплатил 500 И еще раз 500 И таким образом Мне ущербные Все громадны А результат Крайнего Нет Доказательств Нет Ничего Нет Судья Принял Решение И судья Что Окружной Суд Что Первый Районный Суд Они Ни за Что Не отвечают Абсолютно Хотя Неправильно Решили Теперь Что Делать Где Искать Справедливость Вот Вы Ведущий Очень Хорошо Защищает Теперь Расскажите Как Вот Здесь Быть Мне Нанесли Ущерб На 6 Тысяч Хорошо Спасибо Я поняла Ваш Вопрос Елена Я До того Как вы Ответите Может быть Свою Точку Зрения Выскажу Такую Опять Таки Может Быть Непопулярную Ну Наша Юриспруденция Наша Судебная Система Она Стала Классовой То есть Если У вас Есть Деньги И Есть Ресурсы Для того Чтобы Себя Защищать Вы Добьете Справедливости Если Нет То Скорее Всего Нет Потому Что Естественно Что Разобраться В тонкостях Подачи Иска Там И так Далее Простой Человек Не может Он Должен Ну Как Найти Специалиста Который Это Сделает Ну Как Если Обращаться К Временам Может Для Многих Уже Неизвестным А для Кого-то Забытым Тогда Подача Иска В суд Она Сопровождалась Фактически Бесплатной Юридической Помощью И Любой Человек Мог Привлечь Помощь Профессионала Для того Чтобы Адекватно Составить И подать Этот Иск И добиться Какой-то Справедливости Елена А ваш Комментарий Вот По данному Вопросу Сбор Доказательств Для подачи Иска В суд Вот По таким Имущественным Спорам Ну Во-первых Здесь Надо еще Сказать Что Помимо Того Что Грамотная Юридическая Помощь Конечно Тоже Обходится Недешево Но при этом Еще В Латвии Совершенно Неадекватно Высокие Государственные Пошлины Для подачи Иск Да То есть Насколько Мне известно Они Я просто Не занимаюсь Гражданскими Делами Да В основном Уголовными Где Человека Будут судить Бесплатно Да А в гражданском Деле Он должен платить За то Чтобы подать Иск Должен платить Государственную Пошлину Как слушатель Говорил 500 евро Он платил Государственную Пошлину И насколько Мне известно Это просто Ну А даже По сравнению С другими Европейскими Где уровень Заработков У людей Намного выше Это очень Высокие Государственные Пошлины В которые Люди Вынуждены Платить Поэтому Отчасти Вы конечно Правы Это Действительно В некотором Роде Классовое Такое Судопроизводство То есть Если у тебя Нет денег То ты В гражданском Процессе Себя защитить Какие-то свои интересы Тебе будет очень сложно Но с другой стороны Поверьте мне И даже И высококлассная Юридическая помощь И наличие Средств И все Максимальная Выкладка Адвокатов Для защиты Интересы Далеко Не всегда Помогает Потому что К сожалению Это же Не компьютер Который Что-то Решает Это же Не математика Где 2 плюс 2 Всегда будет 4 Это живые люди В судебной системе А их Скажем там Квалификации Ну я не буду Высказываться Конечно Квалификации Судебной системы Эту машину Уголовного процесса Где он фактически Зависит Во-первых От того Может он себе позволить Хорошую Качественную Юридическую помощь А во-вторых Даже если он Это может себе позволить Это зависит еще От того Как Посмотрит судья Какой судья У него будет Какой будет суд И сможет ли он Фактически доказать Свою невиновность Поэтому Это сложно Это сложно И это Всегда Риски В общем Да Ясно Поэтому Когда я говорю Об каких-то Оправдательных Приговорах То это наоборот Это огромная Плюс нашей Судебной системе Да Ну да Получается Что судьи Ну во многих Случаях Идут против Общественного мнения Это тоже Для них Как для людей Которые живут В маленькой стране Которые связаны Ну буквально Тысячью нитей С Живущими людьми Рядом Это Да И такой Моральный Вопрос И профессиональный Есть еще звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Еще раз Значит Ведущий Сейчас очень Хорошо Умно Защищает Мошенников Вместо того Чтобы правильно Решить вопрос Я же четко Сказал У меня есть адвокат У меня все Было подготовлено И юридически Грамотными Людьми Вот Все это было сделано Но Как вы сейчас говорите Что все зависит От построения Судьи Порядочек Простите А законы Где Статья Я сейчас не помню номер Говорит четко Что страховая компания Имеет право Отказать Выплату Страховых Шум Основываясь На конкретных Фактах Ни одного Факта Нет конкретного Есть предположение Эксперта Что якобы Машина была Поцарапана В результате Обледенения Снимали обледенение Предоставлена Справка Что в это время Года Никакого Обледенения Не было Даже снега Не было И все равно Отказали Поэтому Вам Ведущей Не надо Защищать Мошенников А надо Говорить о том Что есть закон Этот закон Должен выполнять И он не должен Зависеть От настроения Адвоката Судьи Или У кого Сколько в кармане Денег Братцы мои Где закон Вы сейчас Плюете на закон Я поняла Слушайте Да Апелляции к закону Это всегда хорошо Но понимаете Как Ведь наверняка В решении Которое Вам написали Тоже были Ссылки На пункты Закона На основании Которых Вам отказали Но Это долгая История И не тема Нашей программы А сегодня Мы хотим Завершить Может быть Обсуждение Темы Коррупционного Дела В кавычках Коррупционного Одиса Маганиса По которому Суд Первой инстанции Вынес Оправдательный Договор Приговор Указав На ряд Нарушений Которые Допущены Были Следствием При Расследовании Этого дела Это Наверное Один из Таких Первых Приговоров По громким Делам Которые Получили Большой резонанс В Латвии Которые Получили Большую Общественную Реакцию И Мы Надеемся Что Наши Коллеги Журналисты Я надеюсь Что мои Коллеги Журналисты Более Подробно Осветят Эту Тему В дальнейшем Когда состоится Наверное И Суд Второй Инстанции Который Вынесет Какое-то Решение Но В данном Случае Хочется Поблагодарить Адвоката Елену Квитковскую За Участие В программе За ее Комментарии За детали Которые Она Рассказала Радиослушателям Я Призываю Вас Всех Внимательно Следить За Потоком Новостей И Не поддаваться На компанейщину На То Как Ну Людей Начинают Шельмовать Еще до Вынесения Каких-либо Приговоров До Вынесения Каких-либо Решений По их Судьбе Все-таки Я считаю Что Презумпция Невиновности Это Ну Достижение Демократического Общества Которое Нам Всем Следует Защищать И Которое Заставляет Нас Всех Быть критичными В оценке Любых Фактов Елена Квитковская Присяжный Адвокат Была с нами Спасибо За участие Я надеюсь Что вы еще Когда-нибудь С нами Будете Снова В эфире Программу Провела Людмила Прибыльская Звукорежиссер Студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю